Реновация обман! Понятно. Так, ну вот, в отличие от митинга Четвертого Строма, этот митинг с политикой. Здесь политика разрешена. Долой реновации! День 11! Реновация! Глаз на реновацию! Глаз на реновацию! ПСБ, на на реновацию! Слава нашлась! ПСБ, на нами! Реновация! Блин! Блин! Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Не следует встать ничего хорошего, но положа руку на себя, кто из нас с вами мог предположить, что дело дойдет до такого чудовищного беспредела. Вы должны продолжать свою борьбу, потому что я считаю, что это один из крупных, может быть, не первых шагов. Потому что до этого были разрознены шаги в защиту прав москвичей. Вспомните! Морфян! Мои дорогие москвичи, здравствуйте, ответственные, неравнодушные люди. Я выступаю сейчас не только как председатель Мартии гражданской инициативы, я выступаю как коренной москвич, которому не безразлична, как и вам, судьба нашего города. Для которого это родной город, а не более для сомнительных экспериментов. У нас с вами абсурдная ситуация. Мы защищаем наш город от его руководителей. Мы защищаем нашу конституцию от людей, которые должны ее гарантировать, сохранять и защищать. Это действительно закон, который выбирает базовые конституционные права граждан. Я не боюсь, это не ложный пафос. Право собственности, право выбора места жительства. Масса других прав. Все это перечеркивается этим законом. Это антиконституционный закон. И люди, которые его предложили, не только не могут нами руководить, они совершают преступления. Сейчас, после наших протестов, власти зашевелились. Они делают вид, что они пытаются поправить этот закон. Но это косметические изменения, которые ничего не меняют по сути. Нам предлагают какое-то абсурдное голосование на портале, устроенной московской мэрией. И недавно прошло сообщение, что никто не проголосовал против реновации, а все проголосовали за. Вы в это верите? Вот здесь несколько тысяч человек только, которые точно говорят нет этому закону. А там все проголосовали за. Но самое главное, что там не меняется базовый принцип, нарушающий кризисонное право собственности. Какие-то соседи, пусть даже очень милые люди, должны за вас решить, что вы должны лишиться своей собственности. Если мы хотим жить в правовом государстве, мы никогда не должны и не можем с этим соглашаться. Но, к сожалению, деньги наживо закрывают глаза нашей власти. Они готовы идти практически на любое нарушение Конституции и других действий, но ради того, чтобы получить дополнительные барыши. Они нас откровенно обманывают, говоря, что та дополнительная нагрузка на инфраструктуру, на парковки, на транспорт, на поликлиники, на детские сады, на другие социальные объекты, что все это они легко решат. Когда в Москву приедет еще несколько миллионов человек, мы задохнемся с вами в этих каменных шпифках. Наши дети будут дышать отравленным воздухом. И мы не можем этого допустить, потому что это наш город. К сожалению, наша власть понимает только из их силы. У нас с вами, в отличие от охраняющих нас коллег, у нас с вами нет губинок, у нас с вами нет водобетов, у нас с вами нет Росгвардии, потому что она не наши с вами права защищает. Она защищает нашу власть от нас с вами. Наша сила только в нашей смелости, в нашей решительности, в нашей ответственности, в том, что мы будем подходить на такие митинги и протесты, на маленькие пикеты, на большие марши, потому что мы должны сказать твердое, не закону о реновации. Нам всегда говорили, что власть – это слуги народа. Мы с вами наняли плохих слуг, вороватых, лукавых, циничных, относящихся к нам пренебрежения. Давайте наймем нового. Спасибо. Громче, значит, будет громче. Без проблем. Если надо, я могу перекрывать танковые полки. Даже без микрофона. Значит, и поэтому в коротком формате. Касается это нас всех, в том числе, кстати, сегодня сотрудников правоохранительных органов, которых очень много рядом с нами. Спасибо им за эту работу. Объясню, почему это касается их. Потому что реинновация, так называемое, первое, ее нет в законе. А поскольку это служители закона, то они не могут пройдет шерстить Конституцию Российской Федерации, Жилищный Кодекс, Земельный Кодекс. Нет такого слова реинновации. И никогда не было ни при каких обстоятельствах. Точка. Поэтому нельзя голосовать за или против того, чего не существует. Это закон. Точка. Второе. Почему это касается, в том числе, этих людей, которые стоят сегодня рядом с нами и тех, кто сегодня не пришел к нам. Потому что, так называемое, переселение получено, должно на него потратиться 3,5 триллиона рублей. Но это только часть денег, которые должны быть выделены. Причем, чтобы вы для себя понимали, таких денег у Москвы нет. Это два годовых бюджета Москвы. Они будут вынуты из ваших карманов. Они будут вынуты из карманов тех, кого здесь нет. Они будут вынуты из карманов из сотрудников правоохранительных органов. Медицинские службы. Из их карманов 10 триллионов рублей будут вынуты. Потому что нужно сюда еще дополнительно привезти будет полтора миллиона наших сограждан. Надеюсь, сотрудники правоохранительных органов осознали, какое счастье у них наступает в совершенно короткое время. Постоянная стройка. И на этой стройке работают очень правильные люди. А потом эти правильные люди заселяются полтора миллиона прямо на эту же площадку. И плюс все, соответственно, поскольку довольствие надо будет откуда-то брать, оно будет вынуто из наших карманов. Это просто, чтобы вы для себя понимали цифры. Безусловно, было верно сказано, что 10 тысяч предпринимателей как минимум потеряют рабочие места. Но это не только предприниматели, потому что обычное отношение к предпринимателю это как к порыгам, спекулянтам, подонкам. Здесь это будет 100 тысяч рабочих мест. Тех 100 тысяч рабочих мест, которые платят налоги. Которые обеспечивают в том числе и заработную плату всем бюджетникам, которые здесь присутствуют. Медицинским работникам, правоохранительным органам. Тех, кто штампует даже эти законы. Эти все деньги будут вынуты из нашего кармана. Поэтому, чтобы эти мероприятия не происходили просто так и не заканчивались ничем. Я прошу каждого, после того, как это мероприятие окончится, вы обязаны работать на своей территории. Не только эти муниципальные депутаты, это все штука хорошая. Вы проживаете, я проживаю в городе Москве. Я Москве четвертом поколении. Мои первые родители, мои родственники строили первый храм Христа Спасителя. И то, что делается с Москвой, категорически недопустимо. Это не просто разграбление, это воровство. Прямое воровство. И это по закону есть статья 158, которую тоже наши проконенты. И органы прекрасно знают. Поэтому задача после этого мероприятия, наша работа на местах. Потому что наши так называемые власти, а это реальные феодалы, сегодня они пользуются одним таким очень важным и очень мерзким свойством человеческой души. Жадностью. Они рассказывают нашим согражданам, что вот сейчас за их маленькую квартиру им чуть-чуть дадут побольше. Туалет будет побольше. Забываю рассказать другие вещи. Что они отобрали у людей, а я подчеркну, сейчас каждый житель пятиэтажки, и не только пятиэтажки, имеет право на землю. Он может ее получить в натуральную величину. Соответственно, она стоит кратную, больше, чем это ваша пятиэтажка. Не только эти деньги он может получить. Он может получить возврат налогов, коммунальных платежей. Плюс капитальное строительство, которое якобы мы куда-то сдавали. Это все ваши деньги. Чтобы вы для себя понимали, те, кто подпишутся под реинновацию. Вы минимум 4 квартиры только что продали совершенно конкретным людям. Они вам в ответ кинули маленький кусочек в буровейники. Те, кто только хочет посмотреть, как живет гетто, может съездить на Кунсово. Я этот район знаю, что называется с детства. С пальчиков рук. Я там ездил на велосипеде пацаном. Сейчас там стоят коробки. Ну и сотрудники правоохранительных органов, те, кто работают как раз в Кунсово, могут рассказать о криминальной обстановке. В моей родной школе преподавание русского языка крайне затруднено. Крайне затруднено. Поэтому я поздравляю всех тех, кто подписался. И спасибо тем, кто пришли сегодня. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ Депутат Гагаринского района, вот этого района на территории которого мы с вами находимся. Я напомню, что это один из самых протестных районов Москвы. Мы отбили практически все стройки, незаконные и ненужные. Мы знаем, как бороться с этим злом. Но давайте посмотрим, что нам сейчас с вами пытаются показать. Вот те, кто затеяли так называемую реновацию и не только ее. Они пытаются нам показать, что не мы с вами граждане, зрители Москвы, хозяева на своей земле, а что это их территория, на которой они могут делать что хотят. Зачищать ее от домов, от памятников, от парков и от нас с вами. Скажите, нас это устраивает? Да или нет? Нет, конечно же. Так вот, это происходит не только с жилыми домами. Приведу простой пример. Одно из символически значимых мест Москвы. Воробьевый город, ботровая площадка, окрестная в Тимосковском государственном университете. Одна из визитных карточек города. Все понимают, о чем я говорю. Многие управляли сочетания на этом месте. Так вот, примерно полтора года назад мы с вами защитили эту менту и дали нам поставить уродливый, огромный монумент. Мы защитили воробьевы горы от незаконных или нужных строек. Так вот, инициаторы всего этого не упаковывали. Они принимают, что это символически значимое место. Они стараются буквально пометить территорию, чтобы показать, кто в городе хозяин. Вот сейчас они выходят с новым проектом, годливого незаконного или местного монумента. Они выходят с проектом уничтожения партвы МГУ. Да, а вот там у нас доменитого цветника, местным университетом и по дровой площадке. И партвы, которые окружаются. Они выходят с новыми проектами строительства, заповедной территорией в городе УГО. Мы не должны с вами это позволить, потому что это не только незаконно, это не только ненужно, это не только опасно, как строительство археологической и устойчивой медицей в районе УГО. Это еще и символическое надругательство над нашим странным городом. Все эти разрушения проводятся под предмогом чемпионата мира по футболу. Между прочим, правила международной культурной федерации запрещают подобное. Они запрещают наносить ущерб экологии и культурной среде страны. Я напоминаю, партвы будет объект культурного наследия, это памятник ландшафтной архитектуры в городе УГО, это памятник природы и государственной природной заказки. Так вот, мы должны обратиться всем вместе в футбольную федерацию, чтобы им примутить Россию в эту сторону, отказаться от этих проектов, от нарушающих по правилам футбольного союза. Что мы хотим? Вместе отстаиваем вас в суд. Отстаиваем вас в суд. Услан Осипенко сказал людям, а вы не покупали свои квартиры, и поэтому нет у вас никаких прав. И вам надо помалкивать и не базарить здесь. Это я его процитировал. Следующим выступал я и сказал ему, нет! Нет, Руслана Осипенко! Люди эти квартиры заработали в советские годы. Люди своим трудом получили эти квартиры. Люди работали на социалистических предприятиях, и государство им платило зарплату и давало жилье. Поэтому мы здесь честные приобретатели. Еще один деятель, Вера Москлина, сказала, мы слишком заигрались в демократию. Нельзя там давать гражданам что-то решать. Помните такую? Да! Так вот, мы говорим ей нет! Здесь и сейчас мы говорим ей нет! Это мы, граждане! И согласно третьей статье Конституции, мы являемся источником власти. И мы решаем, где нам жить и куда нам переезжать. Москва – это наш город! Москва – это наш город! Приходите на выборы! Голосуйте разумно! Спасибо! У меня одна минута! Я здесь читаю лозунг «Вы против сноса Конституции». Конституцию нашу давно снесли. В 17 лет на нее кладут не только руку, а все остальное, вы сами это видите. Для того, чтобы не было реноваций, неважно, наверное, снести Собянина. Не будет Собянина, будет Собякин, кто-нибудь еще будет. Обязательно! Рыба гниет с головы! Надо снести Путина! Домой Путина! Глава Андрея Понедитенко! Домой Путина! Да здравствует революция 17-го года! Революция 17-го года! Да здравствует! Спасибо вам всем! Мы все понимаем друг друга. Мы понимаем, что если это мошенническое действие, которое они сейчас совершают, мы изобличаем, то дальше будет грабеж. Они просто отминут в наглую. Так вот, наглецов надо ставить на место. Долой Путина! 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 Продолжение следует...